Симулятор, карта Еленовка, колхоз имени Ленина. Сейчас у нас ночь, давайте мы её быстренько перемотаем, чтобы у нас наконец-то расцвело. Так, немножко я помахнулся. Сейчас мы поедем в магазин и купим прицеп для шерсти. Надо только его найти. Где он здесь? Вот он, 15 тысяч стоит. Не знаю, будет ли он работать или нет. Кстати, ну вроде бы, вроде бы на тягач. То есть вот для этого должен подойти. Так. Сейчас мы его прицепим, попробуем загрузить шерсть. И, естественно, если всё работает у нас, по-моему, после того, как сдохли все овцы, по-моему, мы, да, мы ничего не покупали. Мы ничего не покупали, поэтому, наверное, надо будет купить. Надо будет купить овец, а не окупиться через какое-то время. И потом уже начнут доход, доход приносить. Немножечко у нас как-то уберут в сторону. Так. Давайте вот здесь уже подтормаживать немножко. Так можно влететь в стену. Ну, вот такой вот у нас прицеп. Всё, что я смог найти. Кто-то использует просто платформы переносные под тягачи. Ну, я как-то вот решил, решил попробовать вот такое вот. У меня в основном все тягачи. У меня нету, скажем так, мэнов, которые вот используются. Хотя, в принципе, там, наверное, разницы нету. Ну, скажем так, я просто не нашёл, не нашёл. А вот это единственное, что мне попалось по запросу. По рецепту для шерсти. И, в принципе, вот мы его сейчас едем тестить. Едем тестить. Если честно, даже не знаю, получится или нет. Ну, вроде бы говорят, что... Говорят, что так вот и надо. А то мы играем с погрузчиком, и это не очень интересно. Сейчас уже пройдёт ночь, и будет раннее утро, и мы, собственно, уже начнём посмотрим, что нам там нужно, куда возить, что покупать. Ну, покупать, естественно, нам нужно будет овец. Ну, наверное, и корм им тоже нужно. Вот, кстати, начинает цветать. Вряд ли сюда нам насыпят картошку. Хотя, всякое может быть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да ты гонишь, что ли? Да что ж такое-то, блин, ну, сколько он будет цепляться-то? Я так вообще хрен, когда подъеду сюда. Не знаю, как здесь загружать. Давайте вызовем подсказки. Отображение автоматические подсказки. Локроуд, чё-то. Анлокроуд. Не знаю, что это такое. А, вот что-то там, какие-то эти... А, это подножки. Подножки убираются, подножки. Какая-то хитрая-хитрая система. Ну-ка, давайте попробуем подъехать задом. Если честно, я даже не догадываюсь. Чё-то ничего у нас не происходит. И ничего не появляется вот так вот, если честно говоря-то. Так. Понятно, ничего тут не поделается, не получается. Я не знаю, как люди вообще цепляют их. У нас почему-то это всё не получается. Неужели здесь всё-таки погрузчиком? Потому что я что-то так вот, посмотрев видео, видел, просто чувак подъезжал, и у него она загружалась. У нас почему-то такой фишки нету. Давайте я попробую вот так подъехать. Блин, вообще чё-то бред какой-то. Бред полнейший. Ничего не получается. Да. Ладно. Не знаю, если честно, ребята, как это всё дело проворачивать. Надо искать, наверное, другой мод. Ну, это просто... Просто-напросто продать. Хотя, вот видите, с тюками есть. Блин, ну как я, если честно, не догоняй немножко. Как можно здесь иначе загрузить? Ну, кроме как погрузчиком, конечно. То есть, вот мы подъехали сюда, и в принципе только отцепить можно. А загрузить что-нибудь или чё-нибудь типа того. У нас ничего не получается. Такого нет вообще. Ладно, короче, эту басню, наверное, надо всё же продавать. Я не знаю, надо что-то искать другое. Потому что ну, что-то что-то как-то не как. Так, ладно. Нет, так нет. У нас там вон и появилась арбатёнка, мы на смесь надо вывозить. Сейчас мы займёмся тем, что у нас получается, а то, что не получается, то, собственно, делать не будем. Так. Кстати, погрузчик. А, можно купить поле, наверное, уже миллион пятьсот. У нас денежек там. хотели мы маршрут нарисовать для этого погрузчика. У нас, по-моему, так. да, у нас только навоз вот из свинарника есть. А из утилят, короче, приходится вручную чистить. ну, да, да, ладно. Ничего не поделаешь. вручную, так вручную. Интересно, сколько помещается вот в эту яму. Может быть, тоже, наверное, сотка больше нет. Стоп, а может быть, всё-таки напишем этот маршрут. Что мы ущербные, что ли? Так. Я только не помню, парковку я ставил в прошлый раз. Перед въездом. Так. Здесь, по-моему, тоже надо ставить вот тут вот паузу и, естественно, выгруз. Выгруз и заднюю. Вот так вот раз попробуем. Не знаю, получится или нет. В прошлый раз, по-моему, не получилось. Сейчас посмотрим, что мы тут накрутили с вами. По-моему, вообще, как-то не въехал. Да, наверное, мы ущербные. Вот. Мы ущербные. что-то как-то он походу только вручную у нас будет чиститься. Собственно, мы его уже почти весь вычистили. Смотрите, 4 тонны всего лишь осталось вывести. Ну, по-моему, три раза, да, съездили уже? Да, три раза. Ну, собственно, не так тут и много. Ну, вот видите, он застревает периодически. Здесь... Что поделаешь. так, ну, а свинарник, свинарник у нас есть маршрут рабочий, поэтому... давайте его сюда вот поставим. Пускай он вывозит, сейчас посмотрим, все ли нормально. Ну, вроде все нормально. Так. У нас вообще какие-то работы сегодня будут связанные с уборкой полей. Наверное... Наверное... Наверное, нет. У нас еще ни одно поле не созрело. Так вот, не знаю, какое поле нам купить и хватит ли у нас на этот денюшек. Так, жидкий навоз вот здесь вот мы по ходу дела его продавали. Давайте найдем где у нас биогаз навоз. Вот он, наверное. Ну, да. все здесь он сам уже сделает. Давайте тогда отключим вот эти вот подсказки, чтобы они не застили аналог кран. Так. Трехприцепник вот он у нас есть. Сейчас будем обозить сечку. Смотрим, сколько нам хватит. ее там в принципе не так много. Я даже не знаю ее. На одну то нам хватит. Снимаюсь. А, нет, смотрите, немало. у нас ее 2000 пассивую. Сколько много-то? А что, вроде кажется, что кучка маленькая. А, ну да, были же изменения и уменьшили объемы этих кучек. Так что теперь все нормально. Так, давайте поездим посмотрим, какие у нас поля можно приобрести. Поедем на Камазе. Он самый быстрый у нас на данный момент. Посмотрим вот это вот, почем у нас пятое поле. Оно смотрит, стало взрастать травой. Ну, никто не обработывает, понятное дело. Сейчас приценимся, почем данное поле. Ну, по-моему, больше, чем полтора миллиона. ничего сейчас не сможем купить. Да, 2,2 вообще, смотрите. То есть, ой-ой-ой, как дорого. Да, походу мы не сможем ничего купить. Давайте приценимся тогда уже третье поле. Оно подальше от склада может быть подешевле. Ну, может быть, это миллион семьсот наверное будет стоить миллион восемьсот. Сейчас найдем ценник. Сблокировались ковеса. А все равно. Да, миллион восемьсот. Миллион восемьсот. Дорого. У нас пока таких денег нет. миллион восемьсот ну, не знаю, наверное, лучше поднакопить, докупить сразу шестое поле. А ну, правда, еще полтора миллиона надо. Ну, зато с силой проблем уже стопудовым не будет. Вот. Седьмое поле даже смотреть не буду, оно явно дороже будет, потому что расположено прям совсем близко. С базой, кстати говоря, зря мы поехали, надо было пусто. А в домик зайти у нас там, по-моему, ценники есть на поле. Так. Ну, ладно, хоть все немножечко размялись так вот. Надо будет разобраться с шерстью. Все у нас здесь пускай стоит. И по поросятам давайте посмотрим, что у нас, какие данные. да, вот, поросят вывезти и телят тоже на продажу. Давайте начнем с телят. Хотя бы разницы никакой. Так, маршрут у нас на продажу есть. Да, продажа свинушек и поросят и телят. все, поросятки, точнее, телятки начинают бегать. Ну, это здорово. Сейчас засыпем еще один прицеп с речкой. Где-то у нас еще должен быть а нет, у нас всего один. Ну, правильно, в принципе, так вот, ДжСБшка закончила работу. Вычистил он тут все добро. давайте его обратно вот сюда поставим. Вот так. А этого товарища повезем сейчас на вывоз моносмеси. у нас моносмесь была сделана. И нам надо ее вывозить вот отсюда. Так, сыпется отлично. здесь еще не набралось, а тут набралось, протягиваем дальше. протянули, ждем, ждем заполнения. Что у нас с соломой? Соломы нет, солому надо производить, собственно, у нас и пшеницы, по-моему, нету, то есть у нас зерна нету у поросят. Это печально, если честно. также навоз надо вывести. Кстати, надо бы попробовать интересный такой вариант по загрузке навоза. Сейчас тоже попробуем. Сейчас с этим разберемся только. Отвезем вот эту сечку. там у нас лента погрузочная прямая, то есть не такая, как у нас на Беларуси, а прямая и в принципе относительно удобно на ней загружать навоз. по-моему кроме навоза больше наверное ничего на ней особо не загрузишь, потому что у нее поворотного вот этого хаббатка нет, параллельно грузовику ехать по-моему нет возможности. Но имеется ввиду даже длинному такому как нашему. Вот поэтому даже не знаю стоит ли ее покупать, но показать я вам покажу. так сейчас доберемся до биогаза, сегодня у нас стрим не будет долгим, до 9 часов у нас он продлится, ну короче около полутора часов не больше. А также нам сейчас надо будет поставить комбайн на уборку травы. Сейчас как раз обратно будем ехать мимо и можно будет выставить или когда будет просто засыпаться посмотрим. Так а здесь у нас тоже смотрите и жидкий навоз надо заправлять. В общем сегодня у нас такая будет отцепили. Отцепили. протянем протянем сразу вперед, чтобы сделать небольшой такой, как бы, коврик, вот, а дальше тогда уже будем будем просто заезжать и в принципе должно равномерно у нас все распределиться. ну, вот, 28 тонн, 228 тонн, готовы. давайте выскочим сейчас быстренько быстренько пока они будут заливать нам туда навоз жидкий и мы, собственно, съездим уже затаримся еще и на обратном пути нужно будет еще раз отправить машину. То есть, вот таким вот способом я это делаю. Не знаю, у меня почему-то автомат не получается, чтобы он сам автоматически ездил, но, в принципе, и так нормально, потому что если, допустим, сейчас еще выпустить пару машин по данному маршруту, то здесь будет столько столкновений, что ожидают. И лучше пускай он ездит тогда, когда мы, собственно, на заправке. Не на заправке, а на загрузке. На загрузке данного маршрута. Так. Кстати, мы на смесь тоже уже засыпалось, походу, делом. Ну, вы видите, видите, и я не могу бросить это дело, начать другое. Надо подогнать хотя бы на засыпку, чтобы вот так, да, потом уже можно будет отправляться в путь. Здесь уже надо и завозить весь груз, ну, не цветы, траву, солому. Далее, но соломы у нас нет, траву и силос. В принципе, соломы там еще, может быть, на пару раз хватит. Эти соломы, в принципе, вот-вот будет у нас, созреет первое поле, там у нас пшеница. и в принципе будет у нас... А почему не хочешь ты разгружать здесь муна смесь? Странный паренек. очень даже странный. Засыпаем сюда тоже. готово. Сейчас поставим опять под те же два смесителя. Высыпется сколько, а потом продвинем еще вперед, чтобы вычистить нам полностью их. Ну, как раз он приезжает на слив. Вот этого надо отправить по маршруту. А этого протянуть вперед. Так, дальше что у нас здесь все. Протягиваем тоже вперед. Ой, как плохо это. Ой, как плохо. Очень даже плохо. Ну, ладно, хоть вот так поставим, пускай кривовато. Но главное засыпается. Главное засыпается, остальное все ерунда. Давайте попробуем слить воду в коровник. Посмотрим, нужна ли она там. В прошлом раз, по-моему, мы не ездили, не заливали. Хотя, это в прошлом раз было очень давно. Я сделал небольшой упор на красный партизан. и в принципе хочу на этой неделе, может быть, чуть-чуть на следующий закончить красный партизан, чтобы, в принципе, играть уже только на одной карте. А вот смотрите, кстати, вот в этом смесителе закончились ингредиенты и солома тоже, кстати, на исходе там. То есть, в принципе, ситуация критическая. Ситуация критическая. Ну, что поделаешь. Так, давайте протянем третий прицеп. Сильно протянули, вот так вот. А здесь с моносмесью у нас тоже все. Два прицепа не загнать, я бы с удовольствием их вывалил в кормушку, но не получается почему-то. Там очень тесно и очень-очень трудно это сделать. Так, высыпаем. и следующий прицеп тоже высыпаем. Давайте заправимся заодно. тут, в принципе, полный бак. Не особо важно. Готово. Сейчас опять протянем туда-вперед, поставим на засыпку оставшейся мы на смеси и, собственно, отправимся опять на маршрут, на биогаз. Блин, тут что-то совсем плохо видно. Так вот мы где-то да? Да. Вот так. Здесь с водой мы все слили. Сегодня у нас такой опять день по транспортировке всяких вот этих вкусняшек, скажем так. Здесь разгружается. Здесь чуть-чуть не загрузилось, да и фиг бы с ней. Каких-то полтонн не буду даже связываться с ними за полтонны куда-сюда ерзать это еще со старянием не хочу. Даже не хочу связываться. вот видите чем мне нравится этот масс он не останавливается он потихонечку тянет тянет и тянет то есть в принципе очень-очень даже хороший и менять его на что-то я наверное все-таки не буду не буду почему потому что ну пока-пока не нашел равноценные замены равноценные замены причем обязательный автомобиль должен быть отечественной сборки имеется ввиду Россия Белоруссия Украина не важно но чтобы он тянул вот эти три прицепа тянуть он обязан либо просто такой тягач нам просто не нужен вот попробовали мы МАЗ новый тоже не подошел пробовали Урал тоже не подошел а мы его тягаем на одном прицепе с трудом все никак руки не доходит продать его и купить заместо него вот такой же МАЗ ну вот ну и КАМАЗ у нас был тоже тоже не подошел так что вот такие вот мы вредные не можем никак выбрать себе нормальный полноценно работающий МАЗ на замену вот этому вот вот так еще один здесь является места нет давай сюда протянем раз нет места так 450 тонн еще 150 тонн и дело в шляпе то есть два прицепа сюда один прицеп ну там следующую ячейку сейчас опять так же выскочим затаривать вот этот вот МАЗ представьте по 30 тонн он соливает разве это не здорово то есть вот мне только требуется переключаться на него и запускать вот этот режим транспортировки жидкого навоза не транспортировки а чтобы он качать начал начинает качать и все и можно больше ничего не делать он в принципе эту ходку сам ну докачает сколько надо и отвезет на то место где надо слить сольет и вернется опять будет ждать пока мы его затарим затарим жидким навозом то есть почему-то он сам этого делать не хочет здесь мы на смесье все сейчас загоним прицепы на загрузку и в принципе можно вывести мы на смесь да смотрите почти целый кузов 50 тонн не хватает сейчас не сразу можно сюда заезжать не стоит даже разворачиваться зачем лишние движения делать как раз у нас сейчас будет 2000 тонн на смеси что-то не то вот тебе и на теперь еще попробую прицепи его а вот все прицепили прицепили высыпаем так меня немножко озадачил вот такой вот вопрос you a boy or no you a girl вот так вот короче ну что ж I'm boy а не girl так давайте здесь где-нибудь его приткнем приткнем наш масс вот так вот переключимся на нашу бочку с водой и собственно выльем ее корыто сейчас сюда оп-оп вот так вот ну да я так и понял ну просто как-то вот я даже немножко растерялся неужели по голосу непонятно что голос немножко такой вот как бы с грубинкой то есть на женский даже близко не похоже ну может быть они я не знаю может у них так девчонки разговаривают а пацаны наверное более так женственно что ли это же америкосы да так а сейчас мы еще заедем свинет возьмем ахх-ха-ха-ха ха-ха-ха хамх-ха-ха хахахахаха так я не знаю попадем двери нет где должны попасть а там кто его знает опачки миллиметровщики попали насчет поросята как-то не хотят идти а вот бежали поросята это славненько это славненько и собственно теперь перебираемся вот на этот вот урал сейчас мы будем засыпать в него все вот эти траву там силы с и так далее травы у нас 3300 офигеть кому не скажи никто не поверит почти три с половиной тонн три с половиной тысячи тонн ребята и это жесть сейчас еще мы запустим комбайн вот этот вот так травяной щас 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 все будет отличненько у нас так поле с травой северо-запад на восток и естественно трава на склад ой надо уходить вот он едет вот про этот момент я и говорил вот видите как опасно вот так вот чуть-чуть задумаешься и все и труба не какой-нибудь вот так вот грузовичок с дерьмом просто собьет вот так все травка у нас кусится ну и собственно давайте потихонечку начнем затаривать затаривать наши смесители затаривать смесители и как только у нас кончится солома в том смесителе который собственно подает вот эта моносмесь в кормушку в кормушку нашим коровкам так у нас эта трава мы собственно начнем перевозить мы на смесь со склада чтобы особо так вот не ну как бы не упасть не упасть по нашим вот этим показателям в коровнике вот сейчас если у нас чуть-чуть останется травы я и не буду высыпать следующий на отсек не хватит 20 тонн 20 тонн надо вывалить все вот полторы тонны оставим ух ты блин смотрите все равно насыпал савалата полторы тонны оставалось травы и все равно насыпал нам сюда мы на смесь вот козлика ну ладно ничего страшного вывалим лишнее здесь заехать сейчас будет проблематично тут у нас стоит мосечкой ничего страшного сейчас объедем здесь можно смело заезжать здесь у нас салом нету так процесс пошел и протягиваем вперед вот это вот хрень так готово смотрим что у нас дальше опять водичку на пустоши давайте еще привезем не жалко вода халявная это мы на кубанских просторах там ухты чуть-чуть подрихтовал немножко урал это у нас на кубанских просторах в красном партизане там была такая фишка что нам приходилось покупать покупать воду ну лениво было ездить даже не то что лениво там опасное такое место было частенько у нас там машины ездили и таранили вот эту бочку с водой аж прямо жуть как таранили ну в итоге не сами не ездили по делам не собственно не давали набрать воды вот поэтому пришлось нам с вами покупать на красном партизане вот ну вот не нравится мне вот такое вот управление на этом урале вот видите на мазе я бы здесь проехал он покороче чуть-чуть наш масс вот здесь вот вываливаем и вываливаем там чуть-чуть во второй смеситель вот видите у нас показатели соломы вообще на нуле почти то есть соломы на один раз я думал кстати на два раза будет нет нифига один раз осталось это печально это очень печально так у нас 36 тонн этого мало наверное будет сюда в кормушку так чуть-чуть еще протянем вот так ой а чё это да далеко потому что вот чё это сейчас можно уваливать смело вот трава у нас засыпалась сколько там ее надо тысяч ну короче давайте прицеп возьмем целой травы вот а если останется что-то вывалим в кормушку какая разница вот у нас травы в принципе вагон и маленькая терешка так давайте еще один прицеп засыпаем сечкой вот пошла загрузка чуть-чуть еще протянем ой лишка была так сегодня кстати пришла посылка из Китая не стал я делать обзор в принципе нечто подобное нам уже приходило это удочка ну не удочка удилище удилище так где то у нас тут вот она бочка с водой давайте мы сейчас отвезем ее в коровник поставим на слив надо будет тоже как-то придумать сюда маршрут впендюрить на воду честно даже не заморачивался ну вообще как бы есть небольшой такой план как это сделать но плохо то что вода наливается автоматически то есть там надо метку ставить что ли не знаю надо как-то пробовать это все дело но сейчас у нас время нет мы сейчас упор делаем на красный партизан ну вот давайте здесь попробуем развернуться хотя нет наверное этого делать не стоит потому что здесь тяжело будет во первых полный прицеп да еще когда выворачиваешь до упора здесь руль на урале тут вообще целая пита получается потом вот так же надо будет замутить наверное ну это как вычистим биогаз замутим маршрут сюда с коровника вон там в ту нашу яму навозную так это у нас трава травинушка вот сюда вываливаем вываливаем остальное все тогда в кормушку так бочка вот эта тоже стоит здесь ой не в ту сторону стал выруливать вот так нормально как раз мы сюда вот проходим и ничего не задеваем ну кроме кормушки самой немножечко так вот подмяли ее так у нас тут масс какой-то забуксовал ух ты а чё это так почему он так вот застрял здесь чудак человек так здесь у нас проданы все поросята телята давайте глянем есть ли там еще что-то нет 65 штук осталось то есть этого мало ну пускай он тогда просто стоит я не знаю курит бамбук так здесь все теперь нам нужен силос ну силоса у нас пока нет возможности забрать там стоит наш другой масс с свечкой поэтому пока дерьмо будем вывозить а сами ну загружать а сами поедем на биогаз хотелось бы конечно купить еще теплиц вот ну теплицы это скорее знаете я кстати не знаю за них вообще за урожай какой-то дают деньги нет автоматически там продаются или как вот по идее вообще должны наверное автоматически потому что ну во первых никаких клеток нету по вывозу там тех же помидор ну и место собственно куда их отвозить тоже нету ну если только какой-нибудь продуктовый магазин ну у нас тоже опять же нету никаких продуктовых магазинов с клетками вот этими с триггерами ну вот поэтому скорее всего наверное или просто ничего не дается или просто вон наш навозный этот товарищ поехал ну вот либо просто автоматически там какой-то процент денежек дают и все кстати почему то не очень у меня он косит на этой карте но это не мешает нам получать большие скажем так объемы травы вот ну сейчас может быть просто потому что не так много животных вот он здесь разворачивается сейчас мы на обратном пути заправим давайте о-оп-оп газу 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 иначе застрянем а иначе застрянем а иначе застрянем а иначе застрянем так продолжаем разговор вот чпок интересно этот вот сколько он там тоже заберет все ну по-моему чуть-чуть мы где-то потеряли чуть-чуть совсем просыпали мимо давайте еще протянем кажется не хочешь разгружаться все отлично вывалили две ячейки у нас уже загружены еще две надо загрузить вот этот лес кстати надо весь вычистить может быть сюда поставлю молокозавод и в принципе может быть в дальнейшем будем молоко не молокозавод здесь стремно ставить возле биогаза тут постоянно дерьмом наверное воняет и молоко будет плохо пахнуть была мысля построить молокозавод и построить йогуртовый завод вот и туда и туда нужно возить молоко ну плюс естественно на йогуртовые ну помимо фруктов каких то вот которых у нас нету нужен будет наверное и сахар ну сахар в принципе это сахарный завод надо ставить ну сахар в принципе свеклы делается поэтому особо проблем со свеклой у нас нету так а сейчас нам надо еще силоса набрать пока будет вот этот вот загружаться первый прицеп мы сейчас еще и силоса наберем так силоса нам нужен вот эта бочка опять смотрите пустая нифига это мы уже сколько три отвезли да а у нас тут пробка давайте их чуть-чуть задели вздык чуть-чуть задели шут шут совсем так а здесь запускаем откачку навоза но здесь просто вывозим нифига себе смотрите у нас шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть килограмм навоза вот такая вот у нас арифметика давай 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 не вздумай застрять не вздумай эти сразу продам если ты здесь сейчас не изъедешь на горку вот видите всего лишь навсего 66 тонн у него и он уже скажем так почти не едет почти не едет но это плачевный это плачевный показатель то есть сразу вот такие вот машины мы будем отсекать мы будем отсекать ну потому что они просто нам не подходит просто напросто не подходит надо кстати обновить яндекс диск может быть кому-то камазы вот этим уралы кому-то приглянулись и кто-то может быть хочет такой вот мод а я в принципе не даю возможность скачать вот поэтому надо будет наверно сегодня обновить после стрима как раз залью на youtube данный видеоролик и естественно естественно обновлю яндекс диск ну вот с модами вот эту ссылочку там как раз кстати у нас и завод по кстати я нашел еще один завод по продаже навоза надо будет его попробовать на кубанских просторах в принципе там точно продается твердый навоз а вот жидкий ну вроде бы тоже вроде бы тоже ну если твердый продается то наверное жидкий по любому вот и надо будет его попробовать поставить и попробовать продавать даже если бесплатно будут взбирать а я тоже не против так силос силос нам нужен силос а солома там силос ровненький 500 тонн у нас всего его так давайте протянем отлично залезли на капот к уралу смотрите каким маленьким кажется урал по отношению к мазу по моему по моему наоборот должно быть по моему урал должен быть наоборот больше даже с вот такой вот маленькой ну одинарной кабиной у маза вот вы видите сзади еще спальное место все равно должен на за счет вот этого длинного массивного капота моторного отсека в принципе он должен оказаться наоборот больше ну а здесь как там так вот он и ниже получился как-то ну в общем странно странно очень даже странно походу насыпали нам еще один прицеп сейчас попробуем так силос а силос говорит не требуется так да 152 тонны уже начерпали уже начерпали ну что ты во отлично водичка тоже набралась вот мы сейчас с вами на трех мазах сразу один ездит на биогаз другой загружает смесители ну а третий возит воду мы еще и четвертый тягаем ну так условно тягаем ну смотрите коровы у нас такая очередь одни тут одни в другую сторону прикольно вот он товарищ который так все здесь да да полна коробочка давайте еще теперь вывалим вот сюда вот сюда вот сюда и 23 тонны осталось 23 тонны тоже вот сюда отсыпаем ух ты ух ты ах ты все мы космонавты что то я тут начудил что то я тут начудил давайте посмотрим как нам тут лучше подъехать теперь вот с такой вот ситуацией плачевной ну почти 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 и смотрите и не насыпали как раз себе в кузов того чего не надо а сейчас мы наверное вот так вот не так опасно мало ли сейчас кто-нибудь поедет кстати что то у нас ну все еще и застряли здесь что то у нас комбайн вот травяной как то а он с полным кузовом ездит или он едет сейчас на разгруз как он едет куда он едет давайте посмотрим и я так понимаю как раз на разгруз отлично как вовремя мы его просекли так так нет здесь пока рано нажимать а почему потому что там у него место он как раз может курвец разгрузиться там где не нужно там просто место есть где можно продать эту траву не знаю зачем это было сделано а лучше бы где-нибудь в другом месте это можно было продавать вот ну или просто нам надо в объезд было ездить чтоб через этот пролет не проезжать но маршрут нарисован ничего не поделаешь вот вот видите зеленый сток вот там он продает если я допустим сейчас бы его запустил по маршруту то он бы его просто доехал здесь бы продал и все вот то есть толкнул бы налево себе денежки положил бы в карман а у нас коровки остались бы голодные вот такие вот дела ну давай 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 езжай было у нас 3300 сейчас это вывалим ну может быть отобьем отобьем то что собственно развезли по смесителям может быть отобьем отобьем ну что не отобьем то в принципе в следующей серии вот потому что в принципе как я и говорил мы сегодня до 9 вечера стримим так так вот он наш дружок давайте пропустим вот этот вот комбайн а он уже проехал он уже проехал это мы просто настолько медлительные что даже этого не заметили не заметили мы так не умеем быстро заезжать у нас как ни крути а 228 тонн позади и это все добро надо затянуть на горку ну давай пошустрей по идее если бы вот так вот проскальзывали колеса каждый раз вот сколько мы уже намотали на этом вот мази там уже от покрышек наверное ничего не осталось они уже давно бы лопнули что это уже прямо глаза закрываются вроде время ранее еще так с а ну вот он нашел место где он закончил встал и пошел косить траву пошел косить траву дальше так но мы с вами должны впеть еще одну ячейку зарядить ну постараться хотя бы зарядить то если вот где у нас сейчас 72 тонны надо сделать чтобы 600 вот видите опять он успел смотрите там уже жижи там где-то меньше половины меньше половины жижи а ну то есть вот так вот он шустренько ее продает ух ты опять отцепили ну печаль а как же нам теперь прицепить на вот этот вот прицеп ух 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 рано я нажал на расцепку ну в смысле на разгрузку и в принципе теперь балалайка балалайка да уж офигеть что творится ну и че как бы то теперь еще фиг вытащишь его отсюда только если вот у нас здесь карьерного нету погрузчика да да сам себе усложнил жизнь ладно попробуем да такую тушу наверное фиг сдвинешь неохота его опять отправлять на базу может быть сейчас попробуем все таки как нибудь вытолкнуть его подальше да особо не вытолкнишь так это все конечно хорошо но как теперь надо повернуть эту переднюю ось я даже не знаю вообще-то вернулось смотрите в другую сторону ну блин печалька печалька такая вот печалька случилось со мной на биогазон внизу ах ты ты смотри это еще сейчас ну вообще здорово это как так вот оно получилось что мы здесь вот так вот блин вообще беда идет на помощь к нам погрузчик так маленький погрузчик но мне кажется особо он ничего не сделает но максимум что может ну вот подтолкнуть допустим вот такой пустой прицеп снять наш камаз вот этот вот отсюда и попробуем давайте повернуть колеса у вообще даже у него у него силенок не хватает ну хотя в принципе потихонечку он толкает да попали мы с вами ребята и очень даже сильно попали так есть и начинается опять он начал отворачиваться есть другой вариант попробовать подцепить его прямо напрямую вот здесь вот к нашему тягачу что-то он прыгает как-то вот этот вот самосцепка дрынь 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 и застрял сейчас мы его повернем вот так и отцепим попробуем прицепить сейчас да усложнили мы себе жизнь наверное сейчас тут разгрузим наверное больше не успеем еще наверное ходочку то сделать если успеем если успеем если прицепимся хорошо потому что как правило в таких вот не очень хороших местах тяжело прицепляться так ладно так ладно смотрите ну удачно 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 прицепились заедем в первую ячейку почему потому что но особо вариантов нет особо вариантов нет ну или надо кружить здесь вокруг ее просто заезжать в первую ячейку и ее разгружать в нее вот на самом деле разницы нету что та что это обе надо заполнять вот так что как ни крути а высыпать надо в обе все давайте поедем обратно на базу хотел я одно время здесь курс проложить но почему то не получилось ну как не получилось все получилось а он ездил разгружал очень даже хорошо но до поры до времени как только образовался небольшой бугор он собственно перестал на него взъезжать и мне пришлось отказаться отказаться от вот этих вот тягачей в принципе ну вот видите как он плохо косит очень много пропускает совала там надо будет наверное перерисовать маршрут но может что то я не так сделал но очень много пропускает у нас на красном партизане таких косяков недолбит за такие косяки руки отрубают потому что на красном партизане и комбайнеры наши побаиваются такое вытворять а здесь у нас просто ну демократия там свободу слова и все дела и в принципе мы дозволяем вот такие фокусы что в принципе делать ни в коем случае нельзя так давайте поставим на загрузку но на загрузку наверное больше не поедем на биогаз а лучше засыпем силосом засыпем силосом все наши вот эти вот смесители где он тут вот а вот он силос да не получился маневр давайте сейчас попробуем все равно так вот подъехать ух ты вот так вот оставим не очень удачный был угол ну хоть так вот перегородим это у нас баррикады баррикады у нас тут запастовка мы тоже перегородили там в Европе фермеры бастуют из-за санкций а мы ну просто так скажем так для профилактики вот нам по моему как раз надо было по моему один может быть два прицепа а на смесителе ну а лишнее что останется он ведерко смотрите качается а лишнее что останется вывалим в корыто тогда кстати влажность почвы показывает сто процентов по идее вроде бы дождик должен был быть недавно если сто процентов то ну у нас по моему сухо все время было дождика не было был туман с утра вот но на этом все дело и закончилось то есть никакого дождика не было не было так смотрим что тут первый смеситель нормально второй тоже нормально третий в третий чуть ухты далеко отъехали в третий чуть-чуть надо а в четвертый под завязку надо засыпать ну давай подымай подымай наверное не хватит нам силоса а хотя 40 тонн кто его знает не 40 тонн мало там по полтинничку они берут но чуть-чуть придется еще один разок потом приехать сейчас вывалим вывалим это дело что как-то плохо подъезжать я стал очень-очень плохо это лихо слишком так есть такое дело еще немножко сейчас аккуратно здесь проедем чтобы набрать навоза сейчас возьмем еще силос и собственно вывалим в тот смеситель а что останется вывалим в кормушку в кормушку корову ну и собственно на этом будем закругляться хотел я сегодня купить овец еще ну я рассчитывал на то что у нас с поддоном под шерсть все получится ну то бишь мы пробовали телегу не получилось надо искать что-то другое не хочется импортное брать здесь хотелось бы на отечественные под наши вот эти вот грузовики где-то я видел паки под мазы но под мазы по-моему не тягачи вот там по-моему были просто мазы сами вот с платформой ну там всякие были там не только с платформой вот и в принципе это тогда опять новая техника опять не хотелось бы ее покупать хотелось бы вот найти такой вот просто прицеп без собственно автомобиля чтобы можно было если что отцепить и в принципе когда надо прицепить ну будем искать ничего страшного кто еще тут найдет как говорится давайте помаленечку чуть-чуть промазали почти нормально встали сейчас вывалим туда тонн 10 точно 10 тонн остальное вывалим сюда если если возьмут но сила сгорит не требуется ну е-мое беда нет здесь что-то какая-то попытка по-моему была приподнять нет ли это просто меня глюкануло глюкануло да это меня глюкануло ну что ж глюкануло так глюкануло значит тогда высыпаем обратно блин ел и полу вот такие вот дела беда прям а кстати говоря что у нас там с телятами туда селось не нужен да нет вроде бы да нет вроде бы а давайте высыпем его здесь не будем искать куда его можно втюхать просто вывалим здесь и все так ну что ребята на этом мы стрим наш сегодняшний заканчиваем следующий стрим будет завтра 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 днем и возможно вечером а днем естественно это будет красный партизан там мы потестим потестим наш завод новый завод по продаже навоза вот и собственно будем искать вот эту вот платформу которая собственно нам подойдет для вывоза шерсти вот ну собственно спасибо за внимание подписывайтесь на канал ютуба и твича комментируйте ставьте лайки всем пока 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 не